Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема называется «Эскизы». Цель нашего урока – получить знание об эскизе и узнать порядок выполнения эскиза. Также здесь показано эскизы. Вы можете внимательно посмотреть. Уважаемые студенты, что вы знаете об эскизе? Что такое эскиз? Вы можете отвечать, пожалуйста. Ага, я хочу подробно вам рассказать. Также эскиз – это чертеж деталей, выполненный по правилам прямоугольного проецирования от руки и в глазномерном масштабе. Также назначение эскиза при необходимости срочно изготовить сломавшуюся деталь, выполняет ее изображение, но от руки и без точного соблюдения масштаба. Также есть алгоритмы выполнения эскиза. То есть первое – это определение рабочего поля и композиции формата. Также здесь показаны рисунки. А второе – это изображение в глазномерном масштабе габаритных прямоугольников видов деталей и также проведение оси симметрии. Следующее, третье у нас получается последовательное выполнение видимых очертаний деталей на главном и остальных видах. Также здесь показаны рисунки, как это делается. Вы можете внимательно смотреть. И четвертое – это последовательное изображение невидимых очертаний деталей на главном и остальных видах. И предпоследнее, пятое у нас получается нанесение на чертеже выносных и размерных линий по длине и высоте и также ширине деталей. Здесь показано на рисунке все, что я говорю. Ага. И последнее, шестое – это простановка размерных чисел обводкой эскиза. Так, в рисунке все показано. Ага. Вы можете внимательно посмотреть. Что непонятно, вы можете спросить от меня. Я вам все подробно расскажу. Также я хотела вас проверить, то есть, что я рассказала. Вы внимательно слушали ли меня или нет. Сейчас я хочу вам задать несколько вопросов. Также проверьте себя. Что называется эскизом? Ага. Так, кто знает, вы можете отвечать на вопрос. Ага, уважаемые студенты. Так, я хотела вам объяснить, то есть, что называется эскизом. То есть, чертеж детали, выполненный по правилам прямоугольного проецирования от руки в глазномерном масштабе, называется эскизом. Также второй вопрос. В каких случаях пользуются эскизом? Ага. Ага, уважаемые студенты. Кто знает, вы можете объяснить. Также получить высокие баллы. Ага, я хочу вам объяснить. Слушайте меня внимательно, пожалуйста. То есть, определение рабочего поля и, то есть, композиции формата. Также нанесение на чертеже выносных и размерных линий по длине. Также высоте и ширине деталей. А еще постановка размерных чисель, обводка эскизы и так далее. Также третий вопрос у меня получается. Раскройте шаги алгоритма выполнения эскиза. Ага. То есть, то, что сказала сейчас, это и есть шаги алгоритма при выполнении эскиза. Также последний вопрос у меня получается. В чем различие алгоритмов выполнения эскиза и чертежа? Ага. Студенты, я жду ваш ответ. Так, я хочу вам подробно рассказать. В чем их разница? То есть, эскиз это условное изображение, изделие, нарисованное от руки, без применения чертежных инструментов. А чертеж это условное изображение, отдельные детали или изделия, выполненные с использованием чертежных инструментов. Уважаемые студенты, также сегодняшний наш урок заканчивается. Ваше домашнее задание. Здесь показано рисунок, то есть, по наглядному изображению выполните ее эскиз. Также нанесите размеры. В следующем уроке обязательно проверю ваше домашнее задание. Кто выполнит, ставлю высокие баллы. Также спасибо за внимание, уважаемые студенты. До свидания. Сегодняшний наш урок заканчивается. До свидания.